Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Некоторые темы этого выпуска. Из Дубая в Аргентину на 11 лет руководителя жил фонда, которую обвиняют в многомиллионном мошенничестве. В простое до 7 июля сотрудники роддома при больнице скорой медпомощи номер 2 начали увольняться. Переживает из-за низкого уровня воды. Грузовую навигацию хотят открыть в регионе на следующей неделе. Итак, стало известно, где может скрываться экс-директор Барнаульского отделения жил фонд, обвиняемая в многомиллионном мошенничестве. Портал «Недвижимость Алтай» со ссылкой на свой источник сообщил, что Людмила Авдюхина вместе с своим супругом находится в Аргентине. Напомним, управляющая барнаульским подразделением известного федерального агентства недвижимости «Жил фонд» пропала в конце прошлого года. С собой она прихватила по разным данным от 50 до 100 миллионов рублей. Это деньги нескольких десятков клиентов, застройщика и самого агентства. По статье «Мошенничество» возбудили уголовное дело, Авдюхину объявили в розыск. И вот, как сообщает портал «Недвижимость Алтай», ее вместе с супругом обнаружили в Аргентине. Известно, что из России Авдюхины сначала отправились в Турцию, потом переехали в Дубай и после уже в Южную Америку. Отметим, что въезжать в Аргентину россияне могут без виз и уже через два года проживания в стране есть возможность получить паспорт. Напомним, что всем пострадавшим клиентам организация вернула деньги. Продолжим. Андрей Турчак призвал поддержать Виктора Томенко на выборах губернатора в Алтайском крае. Заместитель председателя Совета Федерации прибыл на Алтай с рабочим визитом. Накануне Турчак посетил один из барнаульских заводов, пообщался с коллективом. И как раз на этой встрече сделал заявление о том, что полностью уверен в кандидатуре Виктора Томенко. Подробнее в сюжете. Одно из ведущих машиностроительных предприятий страны. Алтайский завод прецизионных изделий выпускает топливные системы, которые пользуются в выпуске двигателей для крупных производителей. Как на гражданские автомобили, так и на военную технику. Накануне предприятия посетили заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Под впечатлением от предприятия реально флагман на сегодняшний день. И та продукция, которую вы производите, она не просто вас требует, а именно в этот момент, когда предприятие КАМАЗ наращивает поставки именно своей продукции в зону специальной военной операции, вы еще и делаете ваш вклад в нашу победу. Сегодня в условиях санкций завод замещает продукцию, которую ранее поставлял на российские и белорусские рынки концерн «Бош». В этом году предприятия планируют удвоить объемы выпуска. Кстати, Турчак высоко оценил производственные возможности предприятия. Таких предприятий достаточно сегодня в структуре всей отрасли промышленности Алтайского края. И учитывая, что потребности в продукции серьезно, значительно возросли, мы уже нарастили численность в этих предприятиях на 2000 к концу прошлого года относительно того, что было совсем недавно. И сегодня уже вакансии еще 2700. На сегодняшний день вакансии в такие наши предприятия. Пользуясь случаем, Андрей Турчак отметил, что у жителей Алтайского края очень сильный и эффективный губернатор. Я с определенной периодичностью бываю, не только в Барнауле, но реально меняется картинка. Меняется картинка и то, что мы сегодня увидели. Поэтому вот так сообща, плечом к плечу, мы выставим и этот тяжелый период обязательно. И экономика Алтайского края будет развиваться, ну и, собственно говоря, и ваше производство. По всей видимости, достижения последней пятилетки позволили Виктору Томенко заручиться поддержкой партии «Единая Россия» и самих жителей. Накануне в ЗАГС собрания Андрей Турчак также поддержал кандидатуру Томенко на пост губернатора. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. Грузовую навигацию в регионе планируют открыть уже в начале следующей недели. Сейчас спутейцы исследуют акватории рек и устанавливают береговые информационные знаки. Пассажирские суда стартуют чуть позже, 30 апреля. Валентина Аскерова выясняла, с какими сложностями сталкиваются специалисты речного флота при подготовке к новому сезону. 400 тонн. Ну, вот на берегу двигались, 7,5 тонн. Судно-сборщик весом в 400 с лишним тонн. Такой габаритной малышкой Сергей Выскубов управляет не первый год. Корабли увлекли еще в восьмом классе. Отучился в Академии водного транспорта и вот уже почти 30 лет предан воде. У меня дети выросли, в молодости с собой возили, в рейсы ходили тоже со мной. Вот у меня младшие близящие на мостике бассейн поставили, купаются. В сезон навигации Сергей и его команда обслуживают суда. Проверяют масло, заправляют, собирают с кораблей бытовые отходы. Мы, экологические судна, мы собираем отходы, послание воды, содержащие воды, мусор сухой. Мы не даем, чтобы суда куда-то это сбрасывали. Мы собираем, вот у нас специально емкости, мусорные баки. Потом у нас договора, автотранспорт приходит, забирают у нас. Сергей к новому сезону навигации готов. Собственно, как и весь реч флот. Уже на следующей неделе суда отправятся в долгий заплыв. А пока путейцы устанавливают на водных артериях навигационное оборудование. Ну, чтобы открыть движение судов, нужно заблаговременно выставить плавучие буи, пограждающие, и береговые знаки, чтобы судоводители ориентировались. Поэтому сегодня у нас 20-е число, за 6 дней они выходят, чтобы все это успеть сделать. Промерить глубины, обеспечить безопасность движения грузового пассажирского флота. Работу путейцев на сегодняшний день осложняет то, что уровень воды хоть незначительно, но падает. Нету таяния ледников в горах и нету приточности воды. Поэтому уровни на сегодняшний день, они, можно сказать, очень низкие, ближе к зимнему уровню воды. А можете назвать эти отметки низкие? Например, по Фоминскому отметка где-то 139 на сегодняшний день. Норма? Норма 310. И все же специалисты рассчитывают на благоприятную обстановку. В частности, на то, что показатель по воде будет средним. Ведь от этого зависят грузоперевозки. На них возлагают большие надежды. По воде в этом году рассчитывают перевезти свыше миллиона тонн инертных материалов, угля и леса. Это поможет значительно разгрузить федеральные и региональные дороги. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Переходим к теме, о которой уже рассказывали в одном из наших выпусков. Сотрудников роддома при краевой больнице скорой медицинской помощи номер 2 отправили на простой. До 7 июля специалисты родильного дома будут ходить на работу, но по факту работать не будут. В Минздраве региона издали приказ, по которому в эту больницу больше не возят беременных. В ведомстве это объяснили дефицитом кадров, но и новых специалистов не ищут. Сотрудники роддома уверены, что их отделение хотят закрыть, а оставшихся специалистов выжить минимальной зарплатой. Мои коллеги разбирались в ситуации. Тысяч 6 за месяц. И ходить я туда должна с 8 утра до 4 дня. В таких условиях оказалась врачная и унатолог высшей категории Елена Красноружских. Она работает в роддоме при краевой больнице скорой медицинской помощи номер 2. 8 апреля всех сотрудников роддома отправили на простой, оставив от зарплаты 2 трети оклада. Сколько вы уже потеряли? Ну из сотрудников? Ну половину точно. То есть человек 50-то, наверное, точно. А еще больше сотни специалистов в подвешенном состоянии. То, что роддом при БСМП номер 2 хотят закрыть, сотрудники слышат давно. После появления дара тяжелых рожений свезут туда, а местные палаты пустуют. В 2022-м здесь приняли 589 родов, тогда как в 2018-м их было больше 2000. Ранее мы делали об этом материал. Тогда главврач Александр Берестенников заявлял, что ликвидировать роддом не будут. И все ждали новую маршрутизацию беременных, после которой поток пациенток сюда должен был вырасти. Оказалось наоборот. Роддом лишили работы. В связи с обращением главного врача Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи номер 2 о временно сложившемся кадровом дефиците медицинских работников родильного дома с 1 апреля временно приостановлена маршрутизация беременных в вышеуказанную медицинскую организацию и определена маршрутизация беременных женщин, низкая и средняя степень риска, закрепленных за вышеуказанной медицинской организацией в родильный дом номер 2 до решения кадрового вопроса. С нового года в роддоме нездоровая атмосфера. По словам Елены Красноружских, на сотрудников давят, спрашивают, куда они собираются уйти работать. А недавно им принесли опросник, куда просили вписать новое место трудоустройства. И все это на фоне формулировок Минздрава о дефиците сотрудников. Но и поиска кадров все это время не велось. Главный вопрос, конечно, об изменении маршрутизации, то есть в которой был издан приказ 31 марта. Естественно, каким образом будут поступать пациенты, если издан такой приказ о временном изменении маршрутизации в связи с дефицитом кадров в родильном доме. Конечно, вроде бы кадры начали дефицит проявлять. Но опять, почему только поиск именно работников был опубликован от 3 апреля. Больше 30 специалистов роддома обратились за юридической помощью. Ведь по трудовому кодексу в режиме простоя работникам должны платить 2 трети зарплаты, а не оклада, если их вины в простое нет. Пока же получается, что работники могут быть виновны в плачевном состоянии дел роддома. Не выдерживая морального и финансового давления, некоторые ушли в отпуск с последующим увольнением. При этом узкие специалисты, например, неонатологи, в Барнауле могут и не найти свободных ставок. Работу бы не хотелось менять. У меня есть где работать. Меня педиатром возьмут хоть куда, но... Коллектив сложился? Очень-очень невероятно жалко. Я там 20 лет отработала. Очень жалко просто. Ну, люди вообще никому не интересуют. Тем более внутреннее состояние. Сотрудники написали заявление в трудовую инспекцию и прокуратуру. Получив ответы, обратятся в суд и будут отстаивать свои права. Специалисты считают, что роддом, полвека принимавший тяжелых беременных, нельзя закрывать просто так. Режим простой, а продлится до июля. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. В центре Барнаула трамвай жестко протаранил автомобиль такси. ДТП произошло сегодня утром на пересечении проспекта Ленина с улицы Аносова. Это Шенова протащил столько. Пипец, хоть там все живы. Как сообщили в госавтоинспекции, водитель иномарки с логотипом такси при выезде на проезжую часть не уступил дорогу другому транспортному средству. В результате столкнулся с трамваем. В аварии пострадал водитель такси, его госпитализировали в больницу. Пассажиру, женщине, медики оказали помощь на месте происшествия. Пострадавшим в аварии часто требуется не только медицинская, но и помощь неравнодушных людей. Как раз сегодня в России отмечают национальный день донора. В крае таких больше 26 тысяч, а у половины из них уже есть звание почетного донора. О важной миссии, о том, как стать к ней причастным, знает Анара Шагирова. Причины, по которым желающему стать донором, откажут в сдаче крови, врачи называют сходу. Это серьезные заболевания, нарушение артериального давления или отклонение в показателях крови. Например, низкий уровень гемоглобина. Все это проверяют перед самой процедурой забора. Тем, у кого все в норме, зеленый свет. Самому донору лучше за несколько дней до процедуры не употреблять алкоголя. Накануне не есть жареного и жирного. Утром это легкий завтрак в виде чая и булочки. Мы рекомендуем очень сильно, чтобы донор был отдохнувший не после ночной смены, не после экзамена. Путь к донорству у каждого сидящего в этом кресле свой. Кто-то оказался в центре крови из интереса и желания помочь. Накануне в акции ко дню донорства поучаствовали и сотрудники МВД. Сегодня первый раз даю кровь. Давно хотелось попробовать. Интересно было и поучаствовать в этом приятном и благородном деле. Для других донорство стало уже частью жизни. Так, например, Николаю Савельеву пришлось самому пережить переливание крови. Еще во время службы мужчина получил серьезное ранение. Потом со слов доктора сказали, что благодарить тех людей, которые тебе спасли жизнь. Я говорю, чем? Он говорит, что только это крови было переливание тебе. И все, и потом возникло это желание вернуть. Сегодня у меня 41-я кровосдача. Сегодня мне вручили удостоверение, значок почетного донора. Но это не предел, который у нас тренинется. То есть после этого я не прекращу. Я сколько раз говорю, пока доктора будут разрешать, будут принимать участие, сдавать. Почетных доноров в крае сегодня больше 13 тысяч. Это те, кто свыше 40 раз сдал кровь и больше 60 раз плазму. Другие 13 тысяч человек пока без почетного звания, но с огромным желанием помогать, пусть и совсем незнакомым людям. Ведь заготовленная кровь, а в прошлом году это было больше 33 тонн, впоследствии закрывает потребности всех медучреждений края. Так, чтобы стать донорами жителям Барнаула, достаточно прийти в краевой центр крови, жителям Бийска, Камня-на-Аби, Рубцовска и Славгорода, обратиться в местные ЦРБ. Кроме того, центр крови работает в выездных условиях. У нас составлен график выездов. Мы его публикуем в социальных сетях и у нас на сайте. И все желающие доноры могут приехать в тот пункт заготовки, где мы работаем в выездных условиях. Даже если мы не приехали к ним в конкретно их населенный пункт. Очередную выездную работу, говорят в центре крови, проведут на площади Сахарова на протяжении всей следующей недели с 8.30 утра. Всем донорам, как и полагается, после сдачи крови предусмотрена компенсация на питание. Анна Рашегирова, Дмитрий Денисов, День с толком. Более 60 наград вручили общественным активистам Барнаула, врачам, учителям, артистам, представителям Совета ВТОС. Эти люди по зову души состоят в органах местного самоуправления. Накануне Дня народной власти их чествовали в администрации города. Самая близкая к людям власть – местное самоуправление. Туда не выбирают, туда доходят сами. Активные, неравнодушные и деятельные. На этом уровне решают самые близкие населению вопросы. За это общественников благодарили в Барнаульской городской думе. Мы иногда недооцениваем деятельность этих людей, их заслуги, потому что те действия, которые происходят у нас в городе, то, как город развивается, как он растет, как он становится более комфортным для наших жителей, это же на самом деле в полной мере их заслуги. Без этого сотворчества не будет никакого положительного успеха. Все в руках команды, уверена Людмила Жердева. Местные власти плюс активисты Совета ветеранов ТОС клуба школы. К примеру, в ее поселке Ганьба так появилась современная спортивная площадка и освещение в конце Ганьбинского тракта. Нам говорили, зачем, когда потом трассу осветили. А вот сейчас у нас будет амбулатория Березовой, а именно, а как идти низ Ганьбинского тракта? Должна быть дорога. И вот сейчас уже мы в газете прочитали, что в этом году начнется проектно-сметная документация по проезжей части низа Ганьбинского тракта. Мы видим, сколько много сделано губернатором нашего края Виктора Петровича Ангаминка для того, чтобы развивался край и наша столица в этом крае. Мы с вами видим, сколько много делается мыром нашего города Вячеслава Петровича Франкова для того, чтобы действительно город был комфортным, уютным. И, конечно же, самое главное, мы видим, сколько много делаете вы. Редко кто из общественников планировал вести бурную деятельность. Но по-другому местные проблемы не решить. Равнодушных или неверящих во что-то возможности делать очень много. И как-то вот находить, переубеждать, перевоспитывать трудно. С кадрами, конечно, очень трудный вопрос. Но люди, те, которые попадают в нашу сферу, это замечательные люди. Сегодня награды вручили больше 60 замечательным людям – врачам, учителям, артистам, представителям Советов ТОС. И хотя местное самоуправление скорее призвание, завтра вы можете поздравить активистов с профессиональным праздником. Анастасия Драган, Александр Антропов. День с толком. К новостям спорта неприятным для нас. Проиграли аутсайдерам Национальной лиги. Так совсем не весело отметил свой вековой юбилей барнаульский футбольный клуб «Динамо» в первой домашней встрече сезона. Что стало причиной проигрыша? Снежная погода, полупустые трибуны или все-таки несыгранность футболистов? За игрой на морозцы наблюдали и наши корреспонденты. Победе будто не суждено было случиться. Все было против, даже погода. За несколько дней до встречи в Барнаул пришла зима и прочно поселилась в городе. Но уборку поля были брошены все динамовские силы. К слову, убирали газон трижды. Было опасение, что игру отменят. И возможно, это был бы лучший исход для всех, в том числе для болельщиков, которые поддержать команду все же пришли. Защита, вот это, есть слабые стороны. И надо прибавлять нападение. Оба пункта в точку. Наши были явно слабее с самого начала, будто сами не свои на домашнем стадионе. Против команды «Химик Август» из Чувашии. После стартового свистка мечом завладели гости. Динамовцы выглядели несобранными и вместо контратак ушли в глубокую оборону. К середине тайма хозяева разыгрались, но выходов один на один с вратарем не было, как и слаженности в атаке «Динамо». Большинство мячей летело в молоко. Потом мы все равно в первом тайме вышли где-то из-под именно этого давления. Доводили мяч неплохо до штрафной соперника, но опять же, как и в «Амкаре», не хватало последней передачи. А вот противникам хватило. После перехвата и дальнего паса высокий рост Даниила Лапаева помог открыть счет и, возможно, решил весь исход матча. Притом изначально гости планировали использовать другую тактику – комбинационный футбол, подобный тому, в который обычно играет «Динамо». Химики игру упростили. Наши были к этому не готовы. Конечно, план такой был в связи с погодными условиями, в связи с качеством поля. Пришлось нам поменять чуть план игры, то есть уже перейти на более-таки длинные передачи, на подбор, на единоборство, на стандарты. То есть, ну, где-то, наверное, получилось у нас, где-то, может, нет. Судя по итоговому счету, у гостей все-таки получилось. А вот наши, несмотря на то, что активизировались во втором тайме, не смогли забить в ворота с пенальти. Концовка матча вообще стала одной большой случайностью. Стоило «Динамо» ослабить давление, как в неразберихе, один из барнаульских футболистов дал пас в никуда. Химики же этим воспользовались. 0-2 проигрывать всегда тяжело, тем более на следующий день после столетнего юбилея. Теперь алтайским футболистам нужно победить в двух оставшихся играх и ждать осечки от соперников. Лишь при таком исходе они войдут в шестерку сильнейших. Однако на фоне поражения клубу из поселка городского типа, где население всего 10 тысяч человек, это выглядит задачей поистине фантастической. Данила Кузнецова, Дмитрий Денисов. День с толком. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в это же время на телеканале «Толк». Я напомню, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Далее о погоде. Спонсор прогноза – компания «Ивалар». До встречи! Продолжение следует...